Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я сейчас нахожусь на встрече, которая организована финансовой корпорацией швейцарской CSAFE INVEST. И сейчас передо мной вот Александр Падеев, он из Беларуси. Дело в том, что у меня очень много людей спрашивают о том, куда же инвестировать люди, которые живут в Республике Беларусь. И я обещал, что я задам эти вопросы вот кому-то из Беларуси, но самый лучший человек, который есть, вот этот вот Александр Падеев. Я вам его представляю. Здравствуйте, друзья! Спасибо, Юра, за оценочную категорию «самый лучший». Ну, один из лучших. И я хотел спросить следующее. Есть ли возможность доступа на рынок фондовый в Беларуси и какие здесь возможности? Юра, знаешь, тут первое, что нужно определить, это самое главное, каков уровень финансовой грамотности Беларуси. То есть насколько есть запрос рынка относительно того, куда я могу проинвестировать собственные деньги, у меня вот такое вот количество денег, я хотел бы их там как-то грамотно приумножить. Сложность заключается в том, что этих запросов пока не так много. То есть наша главная задача как финансовая... Они есть! Ну, они есть, да, они есть, но, наверное, не так много, как надо было бы для 21 века. В 21 веке весь цивилизованный мир домохозяйки США инвестируют в S&P 500, грубо говоря, да? Домохозяйки, далекие просто вообще, в принципе, ну, у них есть такое воспитание. С экранов телевизоров идет эта культура. Да, у них вариантов нет. У них, наверное, вариантов больше, чем у нас в итоге. Ну, я имею в виду, что... На депозит они не могут положить, там 0%? Наши депозиты похожи с американскими уже по ходу. Ну, примерно так. Я так понимаю, что твоя публика не рассматривает депозит как место для приумножения. Ну, по-всякому. Ну... Какая у вас ставка по депозиту в среднем в Беларуси? В Беларуси около 3%. Около 3%. Около 3%? Да, да, да. То есть у вас уже круче, чем в России? Круче, да. Ну, у нас же экономика сильнее. Понятно. 3%... Так, еще раз фиксируем. 3% ставка по депозиту. То есть надо куда-то вкладывать, потому что, ну, 3% это очень мало. В зависимости от того, на какой срок и так далее. Понятно, что ставки начинаются примерно от российских, от 1,5%. Да, понятно. А валютные? Это валютные ставки, не рублевые. Это валютные. Это валютные. Мы же, Юрий, ну... Я понимаю, что российская действительность, российская ментальность... Еще все-таки к рублю как-то относимся. Вы относитесь. Могу сказать абсолютно точно, что Беларусь и граждане Беларуси не ценят так национальную валюту, как ценят, допустим, валюту иностранную или мировые резервные валюты. Обалдеть. Ну, так с 2011 года семикратная девальвация рубля. Ну, да. Это было недавно. У нас это было давно, многие уже забыли об этом. Ну, да. И это формирует соответствующую... Хорошо. Облигации. Рынок ценных бумаг, вообще, в принципе, он присутствует в Беларуси. И те белорусы, которые обращаются к Юрию с этим вопросом, ответ 100% да. Есть. Этот рынок есть. И рынок акций тоже есть. Так. Да. Но рынок акций белорусских компаний... Это очень... Видишь, на твоем лице важненькая улыбка. Я понимаю. Их не так много вообще. Ну, и самое, что, ну, как бы печальное, тяжело поверить в то, насколько стремительно будет развиваться твоя инвестиция, инвестируя в какую-то белорусскую компанию, потому что очень неконтролируемые риски. Ну, экономико-политически назовем это так. Страновые риски. Да. Да. Страновые риски, которые не позволяют людям вообще даже задуматься о рынках. Хорошо. Ну, тогда возникает вопрос. Вот вы занимаетесь как бы на финансовом рынке, да? Вы что-то советуете? Что вы советуете людям? Куда вкладывать и в каких инструментах? Я могу сказать, что инвестиционная или вот эта вот политика сбережения, она как минимум должна соответствовать тем принципам, которые описаны в учебниках. То есть, грубо говоря, тебе нужно начинать от шестимесячного резерва дома, потом переходить к самым низкорисковым финансовым решениям, где доходность может не превышать там одного-двух процентов, потом переходить к доходности 3-5 и расти вместе с этими решениями, растить свою финансовую культуру и уже, ну, с пониманием относиться, где какие риски находятся и что ожидать инвестору от этих решений. То есть, вот Александр сказал насчет шестимесячного ресурса дома, это значит, надо создать в первую очередь какую-то подушку безопасности, чтобы как НЗ, вот конкретная заначка, да, да. Если вдруг какой-то перерыв, то у нас должен быть вот такой НЗ. Вот, и хорошо. Ну, а тогда вот, значит, на больших горизонтах инвестирования. Большие горизонты у нас представлены, наверное, двумя продуктами. Первый продукт – это все-таки более, наверное, понятный вообще в принципе сознанию, это рынок облигаций, корпоративных и государственных, то есть он у нас присутствует. На сегодняшний момент эмитентов облигаций, в том числе и государства, где-то около 3-4 десятков. То есть, в принципе, уже 40 компаний, которые предлагают доходность, самую низкую предлагают государственные облигации, это в районе 3,5-4% годовых в валюте. Да. И доходят корпоративные облигации до 10% годовых. До 10% годовых. Но опять же, дорогие друзья, это не означает, что… Облигация не означает, что 100% вы получаете свои деньги назад. Облигация – это все равно определенный уровень доверия к той или иной компании. То есть, есть компания под названием «Государство», она более ответственный эмиссионер, нежели чем компания… Эмитент. Эмитент, да. Либо компания какая-нибудь, которая вышла на рынок буквально пару лет и продает какую-то группу товаров и размещается сквозь бы… Ну, есть, наверное, все-таки крупные компании. Да, есть. И они… Ну, и доходность соответствующим образом… Ну, соответственно, да. Чем выше риск, тем выше доходность. Да. У нас есть определенные налоговые преференции, которые есть и в Российской Федерации, насколько я помню, да? Облигационные доходы не облагаются налогом для физлица у вас, да? Да. Да. И, соответственно, у нас тоже. И это таким образом стимулирует эту инициативу. Но, Юр, добавлю только лишь одно. Как бы не было это хорошо с точки зрения… Все-таки есть куда-то пойти, да? Не хватает культуры, чтобы довериться даже такому решению, да? Ну, и государство все-таки, оно… Само государство все-таки… Ответственный ли он эмиссионер? Да. Скажем так… Не знаю, можно ли это говорить. Долго ли продержится, например, Лукашенко? И что будет после? Власть… Власть склонна к тому, чтобы, ну, как-то… Хотя наша с вами, она такая устойчивая, я бы сказал… Сверхустойчивая. Сверхустойчивая. Ну, это не суть, да? Я могу сказать, что Министерство финансов будет всегда. Я могу сказать, что, ну, грубо говоря, золотовалютные резервы или резервы обеспечения, в том числе и облигационных займов, они будут всегда. Так, хорошо. Ну, как бы… Это естественно. Но при этом, но при этом, еще раз, нужно уметь вставить в свой портфель такой инструмент, как, допустим, вложение в облигации. И не могу сказать, что это первое решение для любой семьи, да? Во-первых, любая облигация – это начало инвестирования, там, от тысячи и более долларов, при этом горизонт инвестирования, там… Ну, можно… От трех, да, ну, там, от нескольких лет до нескольких десятков лет у нас есть компании, которые размещают облигационный займ двадцатилетний даже. То есть, как бы… И дают валютную доходность, ее фиксируют как-то. Ну, в принципе, это тот инструмент, но, как я сказал, первый инструмент, который, наверное, понятен и доступен. Но есть еще один инструмент нам по профилю нашей консалтинговой деятельности близкий – это страховой полис. То есть, инвестиционное страхование? Инвестиционное страхование. Я могу назвать, что чистое страхование жизни – это тоже инвестиция. Да… Да, сто процентов. Ну, как бы, вот… В принципе, мы поэтому и здесь, на самом деле находимся, да. И какие варианты инвестиционного страхования вы, как бы, ну, рассматриваете для Беларуси? Для граждан Беларуси? В рынок Беларуси… У нас, к сожалению, нету продуктов инвестиционного страхования ни у банков, ни у страховых компаний. То есть их нет вообще. В Беларуси нет вообще. Если кто-то ищет инвестиционное страхование в Беларуси, вы его в 100% не найдете. У нас есть life insurance, то есть просто страхование жизненакопительное, которое практически монополизировано одной госкомпанией и одна еще частная компания находится на рынке. То есть этот рынок тоже очень сильно зажал. Но в принципе, как инструмент первичных накоплений при привитии себе простой культуры, это тоже может работать. В какой-то части, опять же, мы доверяем деньги государству, что тоже по-разному нужно оценивать как профессионалам, правильно? Да, хорошо. А иностранные инвестиции вам доступны? Вот. Вот самый главный продукт, который доступен в плане инвестиционного страхования, это иностранные страховые компании, которые находятся у нас в принципе в портфеле. Мы их предлагаем нашим клиентам, нашему рынку. Это австрийцы, это компания, знаменитая на всю Российскую Федерацию своим опытом, это страховая компания InvestorStrast, о ней тоже информации достаточно много. В принципе, наши граждане, как и граждане России... InvestorStrast не только на России, кстати. Да, он на весь мир. Я беру сейчас просто, люди наверняка сейчас перед экранами сидят, это русскоговорящая часть публики нашей страны и вашей страны, поэтому нашим гражданам, нашим и вашим абсолютно спокойно доступны эти решения без страха нарушить какие-то нормы локальные или международные. Давай коротко тогда немножечко о том, какие продукты можно через InvestorStrast получить, что это вообще. Ну, я так предполагаю, что публика... Твоя публика не обучена всем этим решениям? Моя публика как раз обучена. То есть она уже знает, что... Они знают, что такое инвестиционное страхование жизни, но просто вот конкретно InvestorStrast я пока еще не касаюсь. Ну, вообще, в чем прелесть компании InvestorStrast для нашей ментальности, для русской, да? Да. Наконец-то, то есть мы можем ответить при инвестиционном страховании, что есть какая-то гарантированная ставка прибыли, где клиент уже, по сути, ничем не рискуя, получает четко больше, чем банковскую доходность. У компании InvestorStrast есть продукты fixed income, так называемые, то есть с гарантированной ставкой доходности, когда независимо от того, как себя ведет рынок, вы точно зарабатываете там 4, от 3,5 до 4,5% годовых точно в год. Здорово. Точно. Точно. Независимо себя от чего. А есть еще и не фикс? Если не фикс, то это просто новый уровень инвестиционной культуры для каждого человека. Вот то, что я говорю людям, то, что я рекомендую, я говорю, ребята, можно, конечно, фиксированную доходность вы получите, доходность, она будет гарантирована, она будет не такая большая. Есть вероятность, есть возможность инвестировать с негарантированной доходностью, но, как правило, она бывает 7%, 10%. Есть такие варианты? Да, ну, в принципе, мы даже в рамках, в теле страхового полиса, мы можем спокойно инвестировать в негарантированных продуктах инвестирования. Например, в S&P 500. S&P 500 – это продукт с гарантированной ставкой, низовой. Но можно инвестировать в продуктах Evolution и в S&P 500, и уже не зависит от, грубо говоря, ну, администрирование, соответственно, процесса будет стоить меньше, если вы не фиксируете ставку гарантии, то явно вы можете заработать больше. Ну, давай оценим, в принципе, тех людей, которые сидят сейчас по ту сторону их разу. Ведь в любом случае, для того, чтобы перейти к негарантированным решениям, да, нужно протестить собственные ощущения и свою компетенцию на гарантированных решениях. Или у себя, может быть, есть другое мнение по этому поводу. То есть сразу ли надо человеку, сразу мой встречный вопрос, уходить в негарантированные вещи, когда, допустим, у него дома нет ничего, и он сразу хочет 10%. Не знаю. Все зависит от возраста. Подожди. Ты молодой. Я, так сказать, как бы, у меня уже, понимаешь, я вот за негарантированную доходность, чтобы выше было такой, слушай, я такой вот человек. Хорошо, тогда я задам другой вопрос. Если негарантированная доходность, то, значит, у тебя есть просто активы, которые высоколиквидны на случай, если вдруг эти негарантированные решения. Конечно, конечно, конечно. Так, к разговору о том, это не вопрос возраста, это вопрос наличия золотовалютного резерва, да? Конечно, конечно. То есть часть в облигации, вот как я рекомендую, часть в облигации, часть в кэше буквально, часть в облигации, которую, ну, не так быстро можно вывести, вот, ну, как бы, все равно можно вывести, ну, за две недели вывести эти деньги. Ну, их, в конце концов, можно перепродать, если быстро, да, да, да. Просто, так сказать, может быть, момент будет не самый лучший и так далее. И вот эта вот часть вот в продукте уже, которые либо фиксированная доходность, и там, насколько я понимаю, сколько лет? А с фиксированной доходностью, если мы говорим о 2,5%, от 3 лет. От 3 лет можно? Да, есть договора, где 3 года находишься, 2,5% получаешь годовую. В инвесторстрассе, в короткие договора. В короткие договора, есть возможность? Да, да, да. Утрек? Да, есть, есть. Обалдеть, в валюте. В валюте, да. Ну, нужно не забывать, что… Ну, доходность не низкая будет, наверное, да? Ну, 2,5% – это такая такси-бедоходность, ну, и в целом нужно понимать, что короткие отношения используют люди не для сбережения, а для своеобразного структурирования имеющегося капитала. То есть они его просто преобразовывают в некие иные формы для того, чтобы… Ну, если еще дополнительная защита, да, страновых рисков. Да, то есть, ну, на самом деле иностранные капиталовложения – это, в первую очередь, защита странового риска. Как бы непредскорбно это ни звучало, то есть мы, граждане постсоветской зоны, немножко ее боимся. То есть, ну, как-то так, с точки зрения наших инвестиций. Ну, главная история – это в любом случае позволить развиться культуре так, как она должна развиваться. И это может быть еще раз, ты говоришь о том, что в силу возраста мне нужны, может быть, негарантированные решения, но так как мы с тобой вещаем на публику… Так как в силу возраста, наверное, как раз гарантированные нужны. Так вот, минуту назад ты немножко по-другому говоришь. Мне кажется, что наша главная задача, вот в нашем диалоге, люди, которые будут нас видеть, привить, наверное, нисколько возможностей инвестирования в наших странах, то есть открыть им вот эти вот инструменты, да, 100%. То есть мы, как консультанты, не только о философии денежной говорим, мы предлагаем принять решение. Конкретно, конечно, да. В целом мы должны сделать этот процесс еще культурно наполненным, чтобы человек, покупая решение, приобретая для себя это решение, наполнялся культурой, которая может дублицироваться в его семью, в его детей, в его родителей. Такое тоже бывает, что дети изменяют родителей, которые устаканились, которые родом из Советского Союза. Но молодой, там, наши партнеры, мой партнер, в частности, там, грубо говоря, там, 19-летний парень сломал, там, сознание 50-летних своих родителей, и они начали инвестировать в... То есть такое тоже бывает, это победа, наша победа. И очень важно, чтобы, принимая еще эти решения, люди делали культурный отклик здесь. Это самая важная задача у нас как... Хорошо. А вот скажите, ну вот, жителям Беларуси, вот к кому обратиться к себе? Можете дать свои координаты, там, например, или... Где вы живете, на самом деле? Ну, я нахожусь в Минске. В Минске. То есть с вами можно встретиться лично? Да, я в столице нахожусь, и, соответственно, все пути в Беларуси часто... А вы выезжаете куда-то там? Это не проблема. Во-первых, никто не отменял в 21 веке возможность онлайн-разговора. Это первое. То есть с вами можно связаться, вы живой вполне, так сказать. Я вполне живой, может, я меня пощупать, я не килограмма. Я с удовольствием... Ввиду того, что все-таки, признаться честно, для меня культурный аспект является очень важным, когда я работаю на рынке собственной страны. Я очень сильно радею за финансовую грамотность, а не сколько за сами решения, которые используют люди. Вот, я всегда открыт для общения, я всегда отдаю этот контент культурного плана, в частности, и сами решения я подбираю людям. Я живой, в Винске у меня есть офис, я могу выехать навстречу к любому человеку в любой город. Ну, все зависит, конечно, от запросов и так далее. В этом же наш бизнес. То есть можно проконсультировать людей конкретно, потому что на все вопросы нельзя ответить вот так вот кротко за какой-то небольшой интервью? Сто процентов. И, ну, просто нужно сделать маленькую ремарочку. Я проконсультирую практически во всех решениях, которые могут быть, но моя ключевая компетенция. Это накопительное страхование зарубежное и фондовое страхование зарубежное. Институционное страхование жизни, то есть, говоря простым языком. Так, ну и в заключении, что я хочу сказать, Александр. Большое спасибо. Я думаю, что будет крайне интересно многим жителям Белоруссии, потому что были вопросы, реально. Они еще будут. Они еще будут, поэтому, значит, ссылочки под данным видео вы увидите. Ссылку на мой просто, это самое простое будет, это будет мой телеграм и мой ватсап чат, где вы просто по ссылке можете написать, написать мне сообщение либо с компьютера, либо с мобильного телефона, нажав на эту ссылку. И в ватсапе вы сразу на меня выйдете, будет самое простое. Да, потому что вот на многие вопросы я просто не могу ответить, к сожалению. Ну, мы можем в любом случае, это не последняя наша встреча. Поэтому, если у людей возникают специфические вопросы с нашей страны, из Белоруссии в частности, то мы всегда можем создать онлайн-конференцию на нас двоих и на всех остальных и ответить на все интересные. Да, все. Так что, если что, обращайтесь. Либо ко мне, либо непосредственно к Александру, ссылочка там будет, контакты будут. И, ну, во-первых, ну, а во-вторых, огромное спасибо Александру. Юр, я всегда, это же помогает культурно обогащать наших людей, и вот это вот важная информация. Это очень важно. И это помогает, мы помогаем людям стать богаче. Да, да. И это круто. Это наша миссия. Да, да, да. Все, ребят, спасибо всем. Спасибо всем. Все, до свидания.